Приветствую, жители галактики, у аппарата пофигизм. И сегодня я расскажу о первом обновлении 2019 года под названием Дарт Тиранус. К сожалению, начать Новый год без косяков у разработчиков не получилось, но обо всём по порядку. Итак, главным нововведением, как нетрудно догадаться, стало появление очередного злодея Графа Дуку. Будучи блестящим фехтовальщиком, он отлично чувствует себя в дуэлях на световых мечах. На блокирование вражеских ударов Дуку тратит меньше выносливости, чем другие персонажи. Однако с отражением бластерных выстрелов испытывает некоторые трудности. Зато кулдаун его уклонений меньше, чем у других, а количество у воротов больше, что делает его более ловким и манёвренным в ближнем бою. Граф Дуку обладает способностями оглушения молнии, обнаружения слабости и дуэлянт. Оглушение молнии отбрасывает противников на землю и наносит урон. Эта способность действует максимум на 5 целей, причём за каждую дополнительную цель урон будет уменьшаться. Одна из карт для этой способности будет увеличивать зону поражения, а вторая ускорит перезарядку, но при этом снизит дальность действия. Способность обнаружения слабости действует всего на одну цель, но накладывает довольно неприятные эффекты. Скорость передвижения цели снижается, а также жертва будет получать повышенный урон от всех атак и будет подсвечиваться для Дуку на протяжении всего времени действия. Плюс ко всему, если Дуку сам убьют цель во время действия слабости, то эта способность мгновенно перезарядится. Звёздные карты для слабости увеличивают время действия способности и получаемый целью урон. При использовании способности Дуэлянт, Граф Дуку на время меняет свой стиль боя. Держа одну руку за спиной, его атаки становятся быстрее и наносят больше урона. Одна из звёздных карт для этой способности ещё больше увеличивает урон атак, а вторая снижает время перезарядки. Из оставшихся звёздных карт, одна будет восстанавливать здоровье за убийство врагов, другая увеличит максимум регенерации здоровья и третья снизит затраты выносливости на блокирование и атаки. Как и всех новых героев, Графа Дуку можно будет приобрести за 35 тысяч кредитов. Стандартным обликом Графа станет образ лорда Ситхов в коричневом плаще. Дополнительный облик под названием «Тёмный ритуал» станет доступен 30 января. Этот облик взят из шестого сезона анимационного сериала «Войны клонов». Приобрести его можно будет за 40 тысяч кредитов или тысячу кристаллов. И ещё один пока не анонсированный облик для Графа Дуку появится в февральском обновлении. Что же касается обликов клонов, то тут случился небольшой облом. Раньше нам обещали, что мы получим обновлённые версии обликов в январе. Но не тут-то было. Теперь всё это дело сместилось на февраль. По словам разработчиков, идея обновлённых обликов эволюционировала в нечто большее. И теперь нас ждёт некая переработка обликов клонов. В чём конкретно она будет заключаться, пока неизвестно. Информацию обещают в течение нескольких недель. По поводу Корусанской Гвардии, за полтора дня до обновления нам сообщили, что эти облики также откладываются до февраля. Объяснили это тем, что разработчики не хотят выпускать их сейчас, а потом через месяц снова выпускать переработанную версию. Так что в феврале клоны должны получить солидное обновление в плане обликов, куда войдут исправленные версии уже имеющихся, а также новые облики Корусанской Гвардии, 501-го Легиона и облики офицеров в броне. Ну а теперь о других изменениях в игре. С выходом обновления Джианозис станет доступен ещё в нескольких режимах. Это Герои против злодеев, Схватка и Аркада. Правок баланса как таковых в этом апдейте нет, ну разве что уменьшат здоровье шагоходов от ЭТЕ на Джианозисе для помощи дроидам. Зато присутствует немалый список всяческих исправлений. Все подряд перечислять не буду, а отмечу только самые актуальные и влияющие на геймплей. Исправлены некоторые проблемы с регистрацией способностей из-за геометрии карт. Надёжность приёмов улучшена у таких персонажей, как Дарт Вейдер, Молл, Люк Скайуокер, Рэй, Йода и Кайло Рен. А также в этом отношении были улучшены шоковый дроид Иден и электрошок Палпатина. Странно только, что в этом списке нет Оби-Вана. Они либо забыли его вписать, либо... как обычно. Также исправлены проблемы, которые приводили к тому, что блоки с световым мечом не отражали атаки врагов. Дарту Моллу исправили удушающую хватку, которая отбрасывала противников не туда, куда надо. Оказывается, Капитан Фазма не всегда получала уменьшенный урон, используя способность Выжившая с картой недостаточно крепкая. Теперь это исправлено, как и её дроид, который не всегда стрелял во врагов, подошедших слишком близко. А Дарт Вейдер теперь снова сможет перемещать игроков своим удушением. Кайло Рену немного переработали способность Безумия. Теперь она лучше находит цели и успешно наносит множественные удары, если цель одна. Но если целей несколько, то Кайло Рен скачет между ними и бьёт по очереди. Как результат этих изменений, карта Жажда Крови теперь увеличивает не количество ударов, а их урон. Таким образом, полный урон, который можно нанести цели, теперь составляет 360 единиц. Исправлена проблема, позволяющая специалистам наносить слишком большой урон рукопашной атакой со спины при использовании карты Скрытность. Урон такой атаки должен составлять 150 единиц. Пилоты АТТЕ и АТ больше не будут получать личный урон от некоторых геройских способностей. Весь урон будет брать на себя техника. На этом, пожалуй, самые заметные исправления заканчиваются. Но стоит рассказать и об одной известной проблеме, о которой сообщили сами разработчики. Суть в том, что Оби-Ван и Рей не всегда могут блокировать атаки Дарта Вейдера и графа Дуку, использующего способность Дуэлянда. Немного непонятно, как это вяжется с исправлением, о котором говорилось ранее. Но проблему изучают и обещают починить в следующем обновлении. А пока будьте внимательны при столкновении с этими ситхами. Подводя итоги, хочется сказать, что январское обновление сдулось до самого минимума. Из нового, по сути, только граф Дуку. А из-за новогодних праздников команда даже не успела вовремя подготовить изображение графа Дуку и видеоролик про обновление. Зато на февраль теперь запланировано столько всего, что даже беспокойство одолевает. Не перенесут ли что-нибудь опять на следующий месяц? Тут, как говорится, будем посмотреть. А больше новостей пока нет. Увидимся на фронте. Увидимся на фронте.